МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Подготовка началась. На 21-й котельной испытают топливную присадку. Подарок на 9 мая в помещении, где располагается совет ветеранов, сделают ремонт. Плюс 10 копеек установлены новые тарифы на электроэнергию для северян. На территории Кандалакшского района объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы его местами будут достигать 12-15 метров в секунду. Пойдет снег, поднимется метель. Такая погода, по данным Мурманского гидрометцентра, сохранится до середины дня субботы. Ну а более подробный прогноз на предстоящие выходные смотрите по окончании нашей программы. Тарифы на электроэнергию для северян этим летом вырастут на 4,2%. Такие данные озвучил начальник управления по тарифному регулированию Мурманской области. По информации руководителя управления Владимира Губинского, с 1 июля текущего года жильцы домов, оборудованных газовыми плитами, будут платить за свет из расчета 2,53 рубля за киловатт-час, вместо нынешних 2,43. Тариф на электроснабжение для потребителей, в чьих квартирах установлены электроплиты, а также для граждан, проживающих в сельской местности, составит 1,78 рубля за киловатт-час. Сейчас данная категория северян оплачивает услуги по электроснабжению, исходя из тарифа 1,70 рубля за киловатт-час. Масштабные учения прошли сегодня на территории Кандалакшского торгового морского порта. Там ликвидировали условный пожар в помещении одной из мастерских. По сценарию учений, в столярной мастерской, расположенной на территории порта, произошло возгорание. Возникла угроза распространения огня на соседние здания. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного пожарной охраны ровно в 10 утра. Через несколько минут на место происшествия прибыли боевые расчеты 60-й и 64-й Кандалакшских пожарных частей, а также по Ч-70 из села Луинга. В горящее здание отправилось звено газодымозащитной службы. Проведя разведку, бойцы вынесли из охваченного пламенем строения два человека. По сценарию, это работники мастерской, которые в момент возникновения пожара растерялись и не сумели самостоятельно покинуть помещение. Ситуация осложнилась еще и тем, что огонь перекинулся на кровлю здания. Пожарные вынуждены использовать автолестницу. Подобного рода учения проводятся на территории Кандалакшского торгового морского порта не реже одного раза в год. Основные задачи, которые ставят перед собой огнеборцы – отработать навыки тушения пожаров и взаимодействие с администрацией предприятия при проведении спасательных работ. Проводится учение сложным, потому что имеется большая сгораемая площадь, это кровля, сложная планировка внутри помещений. И, в принципе, задействоваться будет большое количество сил и средств для тушения данного пожара. На ликвидацию условного сгорания у Кандалакшских пожарных ушло два часа. С поставленной задачей огнеборцы справились. На незначительные ошибки всем участникам учений было указано во время общего построения. На 21-й котельной начались работы по подготовке оборудования к испытаниям новой топливной присадки. Основные преимущества этого вещества – снижение расходов мазута при производстве тепла для потребителя. Присадка для топлива представляет собой жидкое вещество, которое улучшает процесс воспламенения и горения. Благодаря своему химическому составу определенным образом влияет на структуру мазута и позволяет сократить его расход. Разработано вещество инженерами Санкт-Петербурга. Присадка уже прошла все необходимые испытания и сертификацию. Теперь необходимо проверить ее в работе. На 21-й котельной установлен специальный прибор. Его задача – в течение 45 суток отслеживать удельный расход топлива в котлах и прочие характеристики. В дальнейшем эти данные понадобятся для сравнительного анализа. Всего же испытания продлятся три месяца. За время испытания этой присадки мы планируем увидеть экономию расхода топлива. Мы планируем увидеть улучшение технико-экономических показателей, улучшение горения, снятие напряжения работы с тяготутевых механизмов. Жители абсолютно ничего не почувствуют. Кроме того, производитель присадки нам говорит о том, что с применением ее у нас даже улучшаются экологические свойства уходящих газов. Жители не заметят абсолютно ничего. Если в ходе тестовое использование присадка даст положительный эффект, руководство теплоснабжающего предприятия намерено применять ее в дальнейшем и на других котельных нашего города. Сегодня в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области опровергли информацию о закрытии колонии общего режима в поселке Зеленоборский. Накануне в ряде СМИ нашего региона появились сообщения о том, что ИК-20 будет закрыта, данная информация не соответствует действительности, заявили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний. При принятии решений в отношении реорганизации какого-либо исправительного учреждения Заполярье информация будет официально доведена до общественности и средств массовой информации, уточнили в пресс-службе УФСИН по Мурманской области. Отметим, что Зеленоборской колонии считается, если можно так выразиться, градообразующим предприятием населенного пункта. В учреждении работает больше 200 жителей поселка. Хороший подарок получат кандалакшские ветераны к великому празднику – Дню Победы. Помещения, в которых располагается общественная организация Совета ветеранов войны и труда, силами неравнодушных граждан приведут в порядок. Ремонтные работы уже начались. Прогнивший пол, потолок в разводах, вечный сквозняк из окон, которые располагаются на уровне земли. В таких условиях на протяжении уже нескольких лет работает кандалакшский совет ветеранов. Помещения, в которых собираются члены ветеранского движения, не видели капитального ремонта с момента постройки здания, в котором обосновался совет. Исправить ситуацию вызвались местные депутаты и ряд предпринимателей города. Все вместе они к Дню Победы приведут в порядок помещения общественной организации. Работы уже начались. Заменена электропроводка, со стен сняты старые обои. На место гнилых половых досок будет положен новый настил. Кроме этого, планируется оборудовать навесные потолки, установить современные светильники. Все работы ведутся согласно пожеланиям ветеранского актива. И это все новости на сегодня. Далее реклама и прогноз погоды на предстоящие выходные. Я же с вами на этом прощаюсь, желаю хорошего настроения, интересных субботы и воскресенья. Ну а мы с вами увидимся в понедельник. Смотрите нас в это же время. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok